Всем доброе утро. Знаю, знаю, что сейчас тот самый актуальный вопрос для вас. Как там море? А море так ничего, симпатичное. С волной такой небольшой. О, собак. Греется под катамарадом. Да я даже сказал бы, что волна такая нормальная бывает иногда. Через раз. Смотрите, как это хорошо. Почти до меня добило. Ну что, Давид? Чего же успокаивается? Завтра лучше будет. Завтра лучше. Значит, ждем завтра. Пляж открытый, можно купаться вообще? Нет. Я заставлю. Штормовой вот до сегодняшнего дня, честно, объявлено. Так что, ребята, официально объявлено штормовое предупреждение на сегодня. Купаться нельзя. Я не буду показывать Давида, он похож на индейца. У него боевой раскрас такой. В общем, сабы пока отдыхают. Ножки помочить можно. Волны небольшие есть. Хотя мы такие волны купались всегда. Где-то тут на себя. Это разве волны были. Так что, как-то так. На центральных пляжах можно только позагорать. Получить ноги. Если вам очень хочется покупаться, то есть два варианта. Сходить в бассейн, либо сходить на речку. Сегодня будет попозже ролик. Полет в тех краях. Вот, посмотрите. Там народ в речке тупается. А вот мужчина только пошел ножки помочить его уже сразу оттуда. В общем, как-то так сотрудники пляжа не дают даже ножки помочить. Вот такое вот утро. Ну, чтобы не сидеть дома, не скучать. Есть всякие разные варианты. Как провести удачу там хорошо, весело, время. Рассмотрите прогулки по городу. Рассмотрите прогулки в горы. Сейчас как раз после дождика. А дождик был незначительный. Как раз вода наполнила водопадики. Будет все очень интересно. Можно даже вот тут в горках попрыгать, наверное. Хотя нет, они закрыты. Есть другой способ, как провести время, когда на пляже, допустим, шторм. Вот они стоят. Вот эти вот времена. Красный, зеленый, там он черный. Миша, расскажи, куда надо сходить, когда на море шторм? Что делать надо? Что делать надо? Надо подходить, записываться, присаживаться вот в такие вот красивые автомобили. И мы едем в горы на водопады, экскурсии. Посещаем, купаемся в реке. И наслаждаемся природой, ребята. Получаем удовольствие. Вот как бы вам все сказали. Да. Из первых уст. Так что всех ждем. Машины у всех чистенькие, подготовленные. Водители все трезвые. Самое главное. Бывало и не трезвые? А? Бывало и не трезвые? Нет, у нас нет. Вот. Да. На нашей стояночке все четко и красиво. А пока запишите телефоны. Да. Все. Всем пока, всем доброе утро. Ждем вас в Лазаревском. Всех-всех-всех. Завтра все наладится. Давид так сказал, не я. Да.